Глава 10. Легко ли быть евреем? Подзаголовок 1. Посещение Освенцима В 1987 году, еще при коммунистическом правительстве, я побывал в Польше. Самолет приземлился на военном аэродроме под Краковом, и мы поехали на машине поуныло однообразной местности. Некоторое время спустя нам по дороге попала сполуразрушенная деревушка, единственным опознавательным знаком которой была надпись «Освенцим». «Это же Аушвиц!» – содрогнулся я. Там и в самом деле жили люди. Миновав деревню, мы через несколько минут подъехали к воротам лагеря, украшенным позорным лозунгом «Труд делает свободным». Как вскоре я узнал, не бараки Освенцима были тем местом, где подвергалась уничтожению большая часть из почти двух миллионов евреев, хотя и здесь погибли многие тысячи. Освенцим использовался главным образом, как центр для германских специалистов под опросом и пытком. Ликвидация же осуществлялась в другом месте. Вместе с коллегами-парламентариями и еврейскими школьниками из Израиля и других стран мы прошли пешком по колее, ведущей из Освенцима в соседнее Биркинау. Рельсы провели нас сквозь другие ужасные ворота и внезапно оборвались около белой железнодорожной платформы, уходящей внутрь лагеря на несколько сотен метров. По обеим ее сторонам находились крематории, теперь уже кое-где разрушившиеся. Поезда ежедневно останавливались у этой платформы, доставляя тысячи евреев в газовые камеры, а там от них вскоре не оставалось ничего, кроме пепла. До тех пор, пока я сам не очутился здесь, в Биркинау, я и представить себе не мог, насколько крошечной по земным меркам была эта точка. Хватило бы и одного захода бомбардировщика, чтобы фабрика смерти прекратила функционировать, а ведь союзники бомбили стратегические цели всего лишь в нескольких милях отсюда. Будь отдан такой приказ, пилоту достаточно было бы чуть повернуть ручку, чтобы прекратилось массовое убийство, но такого приказа никто никогда не отдал. Многие из тех, кто побывал в Биркинау, полагают, будто союзники и не подозревали, что евреи всей Европы систематически подвергались уничтожению. У меня другие сведения. Когда я работал в ООН, мы с коллегами полтора года вели кампанию за открытие секретных архивов с материалами ООН по нацистским военным преступникам. Когда же мы в конце концов получили доступ к этим досье, то обнаружили, что союзническая комиссия по расследованию военных преступлений, созданная в Англии в 1942 году и состоящая из представителей 17 стран, получала четкую и исчерпывающую информацию о том, что происходило в Биркинау, Хелмна и Дахау уже в начале 1944 года, за полтора года до того, как падение нацистской Германии погасило пламя в печах. Если бы союзники приняли во внимание эту информацию, бесчетное множество евреев было бы спасено. Но они знали и ничего не предприняли. Еврейство Европы было обречено. Как евреи дошли до такой полной беспомощности? Как целый народ дошел до того, что его как стадо погнали на бойню, а он не был в состоянии воспротивиться столь чудовищному насилию над личностью каждого и над коллективным бытием всех? И как же они не смогли хоть каким-то действием доказать свое пресловутое мессианство? Центральное место в скорбном опыте еврейского народа принадлежит проблеме слабости евреев, которая представляется оборотной стороной их силы. Меже этих двух полюсов и протекала еврейская история нового времени. Конечно, за последнее столетие, период, составляющий основной предмет нашей книги, еврейский народ пережил наиболее резкие колебания маятника обстоятельств от одного полюса к другому. Погромы в России, дело Дрейфуса, надвигающаяся гроза антисемитизма и ее кульминация чудовищный взрыв Холокоста, циничная британская политика пресечения попыток палестинского Ишува привести евреев Европы в спасительную обетованную землю. Вот те трагические ступени, по которым народ опустился до полнейшего немощного бессилия. И, соответственно, возрождение Израиля, возвращение евреями их былой военной мощи и их выдающиеся победы над противником, превосходящим в силе и технике, знаменовали собой движение в противоположном направлении. Хотя столь трагические колебания и происходили лишь в последнем столетии, я считаю, что возрождение Израиля можно осмыслить лишь в гораздо более широкой перспективе в свете тысячелетней истории. Ибо евреи – один из древнейших народов Земли, обладающий к тому же особой исторической памятью. Возрождение Израиля было сознательным стремлением избавиться от мертвой хватки неприходящего страдания, вплести в ткани еврейского будущего прочные нити неумирающей коллективной воли и целеустремленности, коренящейся в героической традиции. Субтитры создавал DimaTorzok